Все, задержку выставил. Так, погодите, а что, сетка без венеров, что ли, я чуть не понимаю у нас? Просто сетка и все, без лузеров, точнее, на ВЦС сегодняшнем. Так, зайдем на канал. Ну что, Strange Invited, спасибо ему. Я даже не знаю, пока с кем он играет. А, Depix Cult какой-то, не знаю, кто это такой. Вот. Ну что, Strange Invited, дайте сетку еще раз посмотрим, ребят. Так, здесь у нас этот Монгол, Вирдос с Тефелем сверху смотрю. Ютермал. Найт энд Касс. Димага здесь есть. А вот, Strange. Браток здесь рядом. Так, сетку, говорят, поменяли. И где же ее поменяли? Да, поменяли сетку. А вот, Strange проадминули. У него фрислот. А что, сетка без венеров, что ли? Я чуть не понимаю. Просто сетка. Том-ка. Ну, Strange Invited здесь. И Касс тут присутствует. Вообще, короче, жестко. И Сирал тут присутствует. Присутствует. Продолжение следует... Так, еще, может, не окончательная сетка на самом деле даже, судя по всему. Так, сливка, говорит, с велму играет. Ну что, выясняем. Окончательная сетка, Вердоса вниз запихали. А вот и Стрэнджа вниз отправили сейчас, кстати говоря. Да, ну хорошо, что Стрэнджа вниз отправили. Ну тут ТЛО есть еще браток здесь, кстати. С Фоллинджером был арток, надо братка застримить, короче, по ходу дела. А где Баштет, то я чуть не понял. И где Фоллинджер? Как их найти, то я чуть не понимаю. А где Баштет? 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 Так, а что он спрашивает? Фоллинжер за братком играет Я чуть не понял А его кто-то ищет там Браток собака 582 А где браток-то этот? Я чуть не понял Может у меня с глазами что-то не так Но я его хоть убей, не вижу, Пашу Уже говорит, другой браток, я не знаю Как там браток у нас? Так, браток 582 Здесь и Блай в этой сетке Ифигеть тут просто А, Стрэнджер опять Куда-то кикнули наверх Так, а как мы видим, как то께 так куда стрэндж теперь-то запихнули вот я только что и вот он стрэндж йо-моё стрэндж сверху тут гуру рядом йо-моё какая-то дико дико он с какой-то опасная сетку стрэнджа x не понимаю этого числу верами все будет или нет похоже что нет прибыла в лагере онлайн посмотрите сколько людей в онлайне сейчас сидит а вот браток а Так, Паша говорит, его сегодня лучше не стримить, не чувствует уверенности, похоже, что в чем дело? Так. Так, судя по всему, сетка без лузеров, и Стрэндж об этом тоже говорит, но тут я не могу ничем помочь никому, без лузеров так без лузеров, ничего не поделаешь. Да и вижу, ребят, задержка 3 минуты, все, хорош, блудите, блин, и так какой-то кипиш, блин, насливал сегодня. Так. Так, Паша что-то стесняется, что стесняется? Продолжение следует... Так, секундочку. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, сейчас мне быстренько надо заморочиться и смс-ку послать. Мяу! Мяу! Так, все, ребят, послал смс-ку. Блин, браток, не подождали меня, браток, черт, е-мое, блин, а? Нет, браток, не черт. Браток, Паша, красавчик, спасибо, Паша. Я всегда знал, что он царь. А я уже начал говорить, все отвлекают туда-сюда, блин, еще тут звери, е-мое, а кто с ними гулять будет? Это жесть какая-то, вообще, блин. Сейчас маме позвоню быстренько, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Все, я здесь, ребят, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чалик, хорош тут ушиваться, мы никуда сейчас не идем. Короче, ребят, сетка, походу, без венеров у нас сегодня, без всего. Я смотрю, братка Фоллинджера, пока что нету ничего другого. Скоро появится пара других, видимо, наших игроков. У ДСД Мага есть Вердос, Блай, Стрэндж, Браток, Касс и много еще других игроков, которых я не называю. Но каковы шансы пройти, я не знаю. Но учитывая, что топ-4 проходит, и если без лузеров, если сеткой попрет, я думаю, что вполне возможно, что наши бомбанут нормально все. Но, может быть, просто она здесь не отображается. Так, 127 игроков, я вижу, присутствуют на данном игроке. Так, вот здесь... Ну и здесь лузеров тоже нигде не вижу. Лузеров, наверное, все-таки без лузеров. Если вы их обнаружите, сообщите мне, пожалуйста. Ну, похоже, что их нету. Я так понимаю, это бутри у нас. Здесь 17-я хата Газпул. Все будет, ряд 3 минуты задержкой, черт побери. Успокойтесь и смотрите мой канал. Всем спасибо за внимание. Все будет. Я вообще все делаю, чтобы вы посмотрели. У меня даже бомбит. Я чуть на братка не прогнал, но браток царь. Все нормально, короче. И помните, что поддерживать нужно меня и мой канал. Естественно. По реквизитам в описании. Через флеер. Подпиской на премиум, отключенными отблоками. Так, а что там у нас? Трич-то работает? Ты со зверем погуляешь? Смотри, опасный. Съест тебя чарлик. Он дикий очень. Ты сам видел, я на лодке показывал, как туловище длинная, голова как у крокодила, утащит тебя под стол. И так тебя затрепет, короче, кругами. Ну так, как крокодилы крутят кусок, вырывают мясо. Так, что будь аккуратнен. Да, Шарлик? Да, братан? Вот это маржа, где сидит. Отдыхай, Ваха. Ну что, здесь очень какой-то ранний лэйр наблюдают Фулинджера. Наблюдая два газа у него, пошел трейсинг. Вердос. Не знаю, кто затащит, но надеюсь, что это будет штыгарива. Вот. Будет меньше слез и больше скилла. И поправится тогда двоя попа. Потому что это все нервное. Ну что? На самом деле. Шпиль пошел. Браток с четырьмя гелиончиками здесь ездит, контролит. Не доезжает, не заезжает. Это ПМ-305. Фига, браток кликает вообще конкретно, смотрю. Плюс три барака. Тут все четко пока. А, топ-8 проходит на финальный отбор, где будет 16 игроков и 8. Вот оно что оказывается. Значит, сегодня не дико долго будет все происходить, я так понимаю. То есть будет два отбора по 8 квот, а потом финальный кодит, что ли? Спасибо тебе за информацию, Овердос. Ты царь. Практически. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, здесь что-то бегают линги. Браточек видит их внимателен очень. По пять мариков строятся. Третья ЦСшка строится. Один-один делает. Сколько-то необычную братка бил, но, видимо, эффективную. Зачем банить, если ты про дневной? По-моему, там была полетоточка дома, днем галименькая, поэтому за провоцирование чат. Если смутариски полетели вперед, а браток сам выходит вперед. Есть дома туретка. Туретка на продакшне строится. Бараки вряд ли? Ну, вот здесь оставил, Паша, проход небольшой, или нет? Ну, там есть на мариков проход, но не более то. Первая мутка прилетает. Пожег лингов здесь. Еще мутка прилетает. Здесь марики выход. Турельку нужно достроить, и все будет ок. Сейчас. Пользователь токен активировал премиум на ваш канал. Спасибо токен, спасибо всем за поддержку. Заходит браток, королев громит, мутарисков громит. Просто дичь какую-то устраивает. 1-0 что ли? Да, это 1-0, походу, пацаны. А браток-то жгет 101 на 66. 62 по лимиту. Не сложно по одной игре левел оценивать, конечно, но посмотрите на потери. Продолжение следует... так все инвайт пошел спасибо паштету так все инвайт и ванно СССР готов. 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 Так, 6 лингов бежит вперед Контролит браток Расконтроливает, потеряв 4 марика 2 марика из 4-х сейчас Расконтроливает лингов Пошла третья ССРщика Заказан стим Но сейчас будут первые гелики И будет легче, Паша, будет легче Так, депончик на рампе пошел Здесь устроится, все у порядки Залетает овер сейчас к мэнам Ну, Фоллинжер Решил и понял, что против братка Ему тяжеловато очень биться На самом деле И делает, вы видите, что Он делает Он поступает, как червяк сейчас Он делает червяка Ладно, шучу Он делает нидус Вот, браток контролит, видит, что треть нет 7 роучей в заказе И на самом деле, против билда братка Эта тема идеально подходит Похоже, очень, что может быть 1-1 Вообще здесь Ну, нужно роучей сажать, нидус Куда ты идешь-то, Фоллинжер? Куда ты повел-то их? Ё-моё Что происходит? Куда они пошли? Иди в нидус садись Во, пошел в нидус, Фоллинжер Браток, причем, даже не видит Ничего в мертвой зоне Здесь нидус Ой-ой-ой-ой-ой-ой Попер нидусочек Стимпак минус Но это ошибка от Паша Заметил бы он сразу, где нидус Я думаю, что он мог бы успеть Стимпак последнюю секунду не доделывает Пытает с КСМами отбиться Был бы стим, может быть, что-то и получилось Привет, Бабкин Барн Барн Привет всем, ребят Людей много достаточно накопилось Браток даже так, по-моему, готов отбиваться Посмотрите, что творит А представьте, у сейчас бы Симба был Просто Т нажал и всех смело скосило просто Наркоманов как-то лучше получается все это отбивать Чем у... Пацанов без наркотиков Как-то повеселее Но! Три ЦСшки сейчас у братка Можно по три КСМа отстраивать Ребята, вы знаете, что мулы Чудодейственные творят Сейчас перелетят Перелетит на Реактор у нас Старпорт Но Стимпак Вот опять же, был бы стим Сейчас два медивака заказать просто И пойти вот этими раскрошить Вообще зерга мариками Но нет медиваков Нехрайно Надо сидеть, кидать мулов И строить рабочих идеально сейчас Другого варианта я просто не вижу Реактор субтитров Ну что, мулы летят Привет, Гендальф Всем привет, ребята 23 уже КСМ на 45 дронов Здесь Линго Реводжеры купятся, при этом Фулинджер делает хайп, что самое интересное, ведь он собирается, я так понимаю супербыстрых ультралов здесь запилить Возможно, что-то из этого В этом что-то есть, я бы сказал Паша нужно вот с мейна бы побольше рабочих сюда перейти, здесь минералов уже нет, а КСМ их немерено прям катается Так, щиты тоже делаются, Паша понимает, что ему быстрее нужна оперативная группа атака, которая пойдет решать его вопросы сейчас И заказ на арморе Так, что Стрэндж? Что со Стрэнджем случилось? Стрэндж проиграл, что ли, уже? Улучшение завершено Улучшение завершено И СЦ Кровбар на него попадается А, или ты имеешь ввиду, что Стрэнджа надо стримить, что ли, было? Да успеем еще Стрэнджем, я думаю, СЦ Кровбар ему не оппонент, в принципе Да, ультралис Кеверн заказан у Зерга сейчас, сейчас ультралы уже попрут очень скоро Вратов пытается пошатать но пошатать тяжело здесь Полетел дробчик есть инфестор уже один кстати говоря Спалил Линк Медиваки Ну, Фоллинджер сам Линк-то спалил, да Фоллинджер не спалил Залетают на мейн они в три штучки резко Браток врубает сейчас Так, прилетают Медиваки врубает густ, браток Стимпачицы видят ультра Кеверн и сразу же аннигилируют его чтобы никаких там арморов, черт побери, не было По аэрбольщике пошли по своим лингам, по-моему, они больше попали чем по юнитам братка и да, нету армора у ультралов это хорошо, но четыре успел заказать ультралиска, правда Фоллинджер здесь в это время врыв на третью баску небольшой идет четвертую браток минуснет абсолютно точно четвертую минуснул здесь треть начал забывать 106-120 по лимиту фаербулы полетели но фаербулы не особо попадают и ультралы выходят делюксовые пацаны а у братка 2-2 раньше, чем у зерга 2-2 значительно раньше так, третью собирается отменять Фоллинджер всеми ломануться вперед нужны либераторы сейчас браток видит лингов нужно сваливать отсюда рабочими тем паче собраток пытается отбить в КСМ их не обязательно подставлять чалик прекращай так, на третью все пролетает здесь на мэне подропался браток на третью минусует тех рабу по рабам уже ровно лимит практически ровный просто либератора нужны паша сейчас так, залп минка делает по каким-то там по яйцам, по личинкам и браток вылетает сейчас фаербул да, попадает на минку но не убивать в это время дроп на мэн задропал браток Фоллинджер еще Фоллинджер ну, перенервничал по ходу дела в это время отменяется еще четвертое братком ахату зерк не отменяет эскейп не жмет минус 10 овер и падают нам так, здесь уверсир на мэне забегание ультралов у нас сколько 4 плюс 3 будет 7 штук 7 ультралов это много но сейчас уже 2 либератора будут ну, по грейдам у братка 2-2 в 1-1 зерга что тоже очень хорошо третья восстанавливает скажем Фоллинджер вперед половина 105-80 по боевому его пользу это полная печаль ну, сейчас ТНК может понят но у Паши выше тогда я чуть не подумал сравнить а надо было, наверное, посравнить что там за счет минус будет залп минка делает заходят ультралы кстати, есть реводжеров много, поэтому не то чтобы просто но браток сможет поотбиваться здесь с помощью реводжеров у Либератора падают отходит браток пытается сплититься против ультралов здесь сплититься не особо помогает я вам скажу здесь надо бы их кайтить как-то, я не знаю в это время отменяется мейн отменяется третья если браток убивает отбивает эту атаку то у него есть шансы на победу но вместо двух один Либератор здесь все разложен был и его пока что не хватает так здесь часть била наверху Полинджер пишет ГГ ну раньше ну хотя как раньше времени сейчас два Либератора вышли и убили бы там минус вся экономика браток вытаскивают игру такую рабов вообще не было у него после Нидуса красавчик царь ничего не скажешь Стрэндж в игре 4 минуты сетку вручную вам кидаю всем кидаю кидаю сетку Продолжение следует... 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 не понял литр что-то там что-то там пьешь а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, долговато. Что-то там Strange первую игру катает. Ну, надёжно играет, видимо. Продолжение следует... Так, Минатыч там что-то начинает. Не знаю с кем, но я уж раз Strange жду. А вот Strange... Всё, Strange доиграл первую. Ждём вторую игру. Сейчас его... Сейчас его... Идема Гаимба. Вердоса попробуем посмотреть. Там как раз и Демага, который имба тоже в его части сетки. Но пока пытаюсь к Strange ворваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может, раньше уже две успел сыграть? Пытаюсь выяснить. Да, уже Стрэндж 2.0 его прокатил. Я никуда не заскочил, а Стрэндж уже всех прокатил. Да что за шляпа-то, блин. Непруха сегодня какая-то. Кто там еще у нас? Вердус играет, Димага с Кринделем играет, Дима... Так. Блай играет. Блай, кстати, на Марин Лорда дальше попадет, если победит. Насколько я понимаю. И, кстати, менее минуты в игре надо было к нему заскакивать. Блая напряженная сетка. Димага с Кринделем играет. Блай, теперь да, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так Субтитры сделал DimaTorzok Оп Так Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Ну кто-то там Чекает посол Субтитры сделал DimaTorzok 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 Чарлик уже показывал сегодня. Ну что, вердосы какие-то интересные. Два гейта с мейном просто идут в наглую. Здесь у нас 17-я хата Газпул. Димага-Имба, ты хотел вердосы, смотри, вердосы какие-то еще покемоны в России. Так, пошла хата на третий. Здесь твой лайтец пошел у вердосы. При этом... При этом вердос бустит варп. У вердоса твой лайт. Вердос застарал. Вернулся старый билд через быстрых адептиков здесь происходит, и сейчас будет настроено адептов определенное количество, они начнут крошить щи этому зергу, а потом Верлос просто закажет Нексус постепенно, вот сейчас он уже выходит на Нексус понемножечку. Так, Роуч Ворун ставит Винсент. Это шотган Винсент. Нет, это зенитка. Вспомнилось мне сразу же. Ну что, забегают линги, здесь 4 адепт стоит. На мэн, кажется, пробегают линги, сейчас не кажется, а так оно есть. Верлос что-то взад-перед вводит. Ну правильно, здесь линги на халде стоит, чё-то через них рабочих-то не поводить. На дэмоджил тут Винсент рабочих, не слабо гид и открывается, адептам скорость почти готова. А от Верлоса билд, я бы сказал, честно говоря, вот этот ПК выглядит очень слабенько, вот нужно идти что-то ему делать, иначе тут зерг просто, хотя парабам, пока Верлос не особо отстает, но разожрется, ведь зерг Роучий там настроит. Так, здесь плютки везде, спорки пошли. А зачем спорки-то? Боится, видимо, дарков. Металлика без Алимузон для ТОСов. Но Металлика выступала на Близкуни когда-то, поэтому вполне возможно так и есть. В прошлом году в Линкен Парк, а в позапрошлом Металлика будет, в этом кто Яха Зэм. Но кто-то явно будет. Так, адептика от Верлоса летят на мейна, они летят, чтобы Верлос пострелял здесь рабочих некоторое количество. Начинает Верлос бомбить рабочих. Три минус уже дрона. Четыре дрона минус. Пять! Приятного здесь мало, но нужно от плетки было уйти. Верлос не ушел почему-то. Чарлик, сходим, не волнуйся мы с тобой на улицу. Здесь Овер залетает медленно, но верно. Довар двух сталкеров уйдет, здесь адепт Сантря минусует. Нужен дестабилизатор сейчас. На мейне опять в районе мейна призма летает. Пытается прохарасить Верлос. Видит, что на третьей базе и рабов-то особо нету. Подтягивается Эморкл. Зачем Эморкл-то? Надо Эморкл назад увезти. Это ошибка. Мисклик, он сюда случайно пришел. И Верлос уводит Эморкл. Имея при этом соплай в лук, не может скроить дестабилизатора никак сейчас. Еще один здесь Оверк вставляется. Так ловеров терять Зергу не стоит сейчас. Так, Роучий. Рабов Зерг постраивает. Ни то, ни сё. Как бы ни рабов особо не строит, ни Роучий. Здесь товар с толки рук, где стабилизатор выходит. Так. андрей метенко поддержал ваш канал на сумму 333 рубля по меч красавчик держи салом из алматы спасибо андрей метенко себе из алматы так спускаются у нас здесь что-то ручье реводжер и верду скажет вперед пошел очень приятно спасибо всем за поддержку сейчас я добавлю поддержончиков скис так ребят вижу что надо и место недостаточно надо бы удалить сейчас нет часть воду ну вердот собирается атаковать здесь люры нет ничего нету поэтому дестабилизаторы будут ну очень сильные явных в данной ситуации так залп еще хороший дестабилизатор залп еще с отвердоса по три реводжера там он разрывает отблинкивается агрессивно от фаербола в гг пишет винсент у него даже немножечко припекло мне показалось сейчас ну что нету оппонент уже пока то ли медленно сетку обновляют то ли действительно устроен же нет оппонента вердос тоже практически почти еще нет пока еще нет насколько я вижу а вердос проигрывает я так понял 0 1 я захожу поехали проигрывал сейчас 11 счет смотрим следующую что и говорить андрей задержка 3 минуты метенка поэтому поговорить еще андрей задержка 3 минуты метенка поэтому поговорить еще не волнуйся а за поддержку всем огромное спасибо естественно постараюсь поспорить все что успею но сетка идет одновременно и суть этой квалификации что пройдут игроки в топ 16 8 из этой квалификации 8 и следующие будет 1 квали на 16 человек где будет дабл эллиминейшн уже и в ней пройдет 8 человек я так понимаю то есть 4 из венеров 4 из лузеров видимо не знаю зачем так сложно делать я тоже без понятия почему не сделать две сетки на дабл на отборах вцс 3 минуты стандартная задержка поэтому я 3 минуты поставил чтобы как бы но никого не подставлять в этот раз с гейтгасниксу с увердосиком а Так, ребятки Здесь четыре линга Мув заказан, две королевы строятся Здесь Адет первый строится Вот почему я люблю Первого сталкера строить Многие зерки беспечно оверами сейчас летают В надежде, что Адепт первый Там у Прот состроится Опа, а Вердос-то хитрит Здесь хитрит Вердос Вот этот овер был бы сбит Старгейт от Вердоса При этом он видит третью хату Винсент летает рядом И сейчас палит Не, ну это слишком нагло От Вердоса Смотрите Прямо у зерка под вазой Старгейт Ну не, не это, не Не, не жесть И что за Ваня Фаеркейка Разошатал Это Ваня из каскада Ну Фаеркейка, наверное, пердак Быстро набрал критическую маску И процесс распада пошел Очень быстро И взрыв был Может быть даже и слияние Водорода Язер Гелий Может быть даже термоядерный Бомбанул Продемеджил всех лингов Кажется, Вердос мне 7 и ни одного не убил Потерял двух адептов Одного от размены Это размены в стиле Вердоса Что-то провал всех планов Старгейт прям из-под третьей Не удался вообще Ничего не получилось вообще Ну и начало, я бы сказал Для Вердоса так себе Ну рабов, правда, больше На 12 штук сейчас было Старгейты открываются Да, Варк тут трехцентречет Пытается рингами адептиков Откружить Винсент Откружил, но Вердосу Верчаж Не пожалел выстрел А что жалеть-то? Конечно, адепты падают Так, Роуч Ворон Беллинг Насту Зерга Вердоса все еще больше Рабов больше, все больше Сейчас скоро призма еще будет готовить Вердос собирается с призмой пошатать Я так понимаю И будет и морду потом заказан Что, адептики летят, здесь Робобэй пошел То есть будут дестабилизаторы Будет ли иммортал заказан пока Открытый, ничего не заказывается Сейчас два адепта Вердоса ведет сюда На майнке попытки рабочей несколько убить Так, идут Бейны вперед Филды от Вердоса замечательные Бейлингов контрит филдами Очень неплохо сейчас в данный момент Пошли еще с Н3, сюда надо филд срочно На все направления нужны филды На все не кидает, но достаточно и таких 103-72, хата падает Третья сейчас Как Вердос, правда, отсюда скроется Я вообще не знаю Пытается уйти через минерал Часть юнитов проходит Становится за минералами Прилетает Мазеркор Это спасательная операция Вместе с Мазеркором сейчас идет Будет Вердос телепортироваться домой Так оно и есть, да Чик, пошел телепорт Хороший Вердос, молодец Здесь уже имморталы Правда, у Зерга Беллинг мув делается Но, почему Вердос не выходит ни в колоссов Ни в полайт, ни в форжи у него нет Для меня, честно говоря, загадка Уже можно было бы Значительно позиции свои укрепить, по-моему И даже адептам скорость таки он не делает Но вот это на самом деле Просто еще и 6 пилонов Соплайблок Все сделал великолепно Но где технологии вообще Вот дестабилизатор пошел Дестабилизатор хорошо, но Против ринга Беллингов дестабилизаторы плохо работают Вот в чем проблема На вторую Вердос приходит Рабов набомбил Очень даже неплохо он это сделал Штук 6, наверное, забрал 62-41 парабам В итоге в его пользу Есть камешки, можно и пробить Ру, сам тебе мешаешь ходить Ими только Можно с такими ресурсами И по фатуночке поставить Вот видишь же Беллингов А если Бейнов дробить Начнет минеральную линию Так, за Аморфиал Беллингов Потом забоялся Что-то зерк отменил В итоге ресурсов только потерял Очень много А Вердос делает выход И не просто выход А с дестабилизатором Призма жевает Можно на Призму Сейчас наварпаться И пойти вперед Вот в такой ситуации Тупо колоссы с рейнджом Даже больше Чтобы зарешали Чем и дестабилизаторы Здесь надо попадать Вот, куда вернусь Попадает Ну, Крепсумар попал Молодец И тут случайно 170 на 120 Не спешите Вердос вперед идти Ну, лимит просто гигантский Уже можно Можно идти вперед Нет, что мешает Вот, смотрите, сколько Что мешает Поэтому билду Вайлайт добавить Тупо Грейды не делаются Фаржи нет Ну, сделайте хоть Блинг-то, блин Он перестрахует Этот билд вообще Очень сильно Так Врываются Беллинги Вердос Дестабилизаторами Реводзеров Пытаются сбить Реводзеры По фаерболе Лех Катилось все К вердосу Ну, лимита Столько много Что Можно даже Было не стрелять С этими дестабилизаторами Просто оклик Волф Топить Вообще Филдов не стрелять Реводзеры Все убило бы На самом деле Там зерга Ну, конечно Большими бы потерями Но я уверен Что убило бы Видите, какая жесть Придет Придет Из ничего Как Беллингов Сейчас Катарски Зашло Зерга Словил Вылет Патрона Сейчас Прикольно Но Это случайно Но красиво Получилось Да и как бы Зерг Такой слабенький Мягко говоря Так Вердос ждет Оппонента Стрэндж ждет Оппонента Все ждут Оппонентов Короче Блайз с Маринлордом Бьется Димага Ждет Оппонента Кстати А, вот у Вердоса Бистик будет Сейчас К нему-то я Собственно и воруюсь Гуру с Грейвом Там играет Поэтому у Стрэнджа Еще нету Оппонента Пока Или сетку Может не успевают Обновлять Отпишу Вердосу Сразу Чтобы Занвайтил Ну, про форму Мне сложно сказать Вердос за последнее время Столько много Отыграл Что у него По-любому Форма есть Так что Вот так Вот ЗначитMon Вердосу У Pro Вердоса Вердосу Вердоса Бистик и Виртуз не найти, у меня он был вроде где-то в друзьях когда-то. Но пока что нету, не наблюдаю его. Вот так вот. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Поехали. Продолжение следует... 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 Или там техвин был от Вани, я чё-то не понял, если честно, чё там. Ну, эээ... Вроде бы не техвин. Ну, там счёт проставлен, это точно не техвин, на самом деле. Ну да, 2-1, тем более. Так, инженер. Инженерка пошла от Вистика сразу же, Вирдосу. Ну, Вирдоса и Зилот, и этот Зилот очень быстро здесь отменят всё. Адептик сразу в догонку, плюс Старгейд. А что, Вирдос, Нексук не собирается ставить? Я чё-то понять не могу. Уехал чё-то на мейн. Ну, Вирдоса одним единственным адептом своим идёт вперёд. Вистик готовится к Оракулу. Сейчас строится. Хотя нет, как он готовится, он здесь бункер один строит. Всё, больше ничего не строит даже, Вистик. Реакция очень медленная. Вирдоса адепт 3 удара успел сделать. Убил просто КСМ-ку сейчас. Здесь лаба на факте, и будет циклон здесь, очевидно, вполне. Вирдоса тем временем файлайт. Оракул на мэне почему-то висит, а почему? И грелочка заказана. КСМ готов! Так, плюс 3 гейта, Вирдоса. 4 гейта будет в ближайшем будущем у него. Мина, кубистика нет, ничего нет. Так, ну вот это агрессивный блинк с 4 гейтов. А где пробка-то? Пилон где? Вот пробочка поехала, наконец-то будет Вирдос пилон ставить. Браток выиграл 2-0. А кого он там выиграл-то? А, маман, я думал, ТЛО выиграл, браток. Браток ТЛО выиграл, я думал, уже. Пристройка завершена. КСС готов! Кому навешать? Я думал, ТЛО, браток, маман-то мёртвый игрок. Он и раньше такая ещё играл был мёртвый, а сейчас тем более. Ну всё, браток, молодец, надо же дальше идти. Так, Вирдос ставит гейт, теряет успешно Оракула. Ну, улетел. Нифига себе Вирдос, смотрите-ка. Вирдос чудо-гейминг демонстрирует, что ли? Тут как-то увернулся. Вот здесь вижена нету, на ХГ улетел. Ну, молодец. Пробивает камни Вирдос. Зачем ты, Вирдос, не мудришь так? Почему просто в лоб не пойти и не убить его? Я сейчас не понимаю просто вот этого происходящего. Так, пять гейток на мейне, шестой вот. Он здесь строится. Наконец-то Вирдос камни пробил. Здесь уже танчик есть. Ну, это не страшно, можно спокойно зайти на мейн. Подходит Вирдос. Уинтер 95 поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Элегантный поиск беремен. Ты весь день работал. Рад тебя видеть в конце дня. Лови бонус на шоколадке малой точкой. Заходи почаще. Спасибо, Уинтер 95, за бонус на шоколадке. Затримлю и так уже очень-очень часто. В последнее время за поддержку. Громадное всем спасибо. Сейчас, похоже, добавлю в поддержавших. Ребят, Вирдос агрессивно блинкался, блинкался, да не до блинкался. Смотрите, ну что за бред вообще? Так, Марика минусует. Сейчас спускается Бистик на лоу-граунд. Вирдос что-то ходит взад-вперед. Блин, ну танк не... А, 3 Синиху пошел. Все, Вирдос передумал дальше кушать, насколько я понимаю. Но он ни к чему куш не привел. Блай вылетел. Ну, Мари Лорд неудобный для него достаточно-таки соперник. Ожидаемо. Это было... К сожалению, к сожалению, ожидаемо. Будем надеяться, для Бла еще не все кончено. Ему нужно обязательно проходить на ВЦС. Так, контролаза перелом. У Бистика все практически забинжена, даже на ноле там. Вирдос только 4 первых бинда участвует. 97-108 по лимиту. У Бистика сейчас 1-1 будет, а у Вирдоса по нулям. Грейд и пока. Неслабая агрессивная бинда со стороны Вирдоса. Он заходит в тупую вперед. Два танка минусует. Сбивает медивак. Сбивает что, один танк очередной или не сбивает? Сбивает все-таки танк. Будет на мейн-то заходить. Да, заходит на мейн. Бистик пытается отбиваться. Но Вирдос вроде как четко достаточно контролит. Но тут демеджное все очень. 69-85. Как бы Вирдос не агрессивнейшил, все равно какая-то хрень у него получается. Все равно Бистика больше, всего больше. Но третий Нексус, кстати, у Вирдосика заработал. И почему бы Вирдосу сейчас не сделать бы Чарж? И не сделать бы, например, я не знаю, Архонов? Ну, пусть даже с нулевыми грейдами они будут работать, по-моему, очень неплохо. Короче, с Н3 Вирдос какие-то пошли. Плюс грелки. Пока что он сейчас делать хочет, я понять, честно говоря, не могу. Грелки с грейдами 0-0. С Н3 с грейдами 0-0. Сталкер с грейдами 0-0. Сканет Бистик. Видит, что у Вирдоса есть третий Нексус. И, кажется, вперед собирается. Но, видимо, хочет за счет филдов здесь Вирдос тащить. Так, Бистик вперед летит. Нужны филды. Ну, танк-то под блинки. Раз, танк минус. Второй чуть не минус. Ну, танк Вирдос. Все, филд пошел. Уступает. Мючка назад. 87. Ну, вот каждый такой агрессивный под блинк Вирдосу дорого стоит, на самом деле. Все, он терпит очень жестко. Еще один танчик. Надо танк выбить Вирдосу. А танк он не выбивает вообще. Бистиков не спускает. Филды не ставит. Мазеркор есть. Мазеркор отсутствует. Короче, 1-0 в пользу Бистику, похоже. Агрессивный блинк от Вирдоса. Ужасный просто блинк. Станк. Бистик спасает. ГГ. Бищит Вирдоса. Да, как-то, честно говоря, провально отыграл, по-моему. Вирдосик. В стране же все еще, почему-то нет оппонента. Неужели они до сих пор играют? Сколько можно? Что там играть-то? Димага бьется. Мината бьется. Я к Вирдосу захожу. Мината бьется. . Эй, это лальчик. Что там с админом случилось? Админ Марин Лорда не посел отвечать Ну так-то можно было, да, там сетка Если не Марин Лорд, нормальная сетка В принципе, была бы Короче, ребят, спасибо всем за поддержку Начинается вторая игра Бистик ведет 1-0 против Вердоса Что-то невнятное, честно говоря Вердос здесь сделал и отлетел Хотя, мне кажется, могло и получиться Админ Марин Лорда Админ Марин Лорда Админ Марин Лорда Админ Марин Лорда Последний твой Отлетел Админ Марин Лорда Вердоса Продолжение следует... 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 Ну тут нет смысла Нексуса тут. Я не понимаю, почему Бистик на второй не пошел в базу. И копец. Здесь мог убить сейчас вообще Вердосов к вам. А полетел наверх. Прилетает танк кривейшим образом. Прилетает чек. Ну что, бомбит. Бистик не слаба на самом деле. Вердосов. Но приходит Эммортал и чуть танк не минуснул. Ну короче, как-то здесь Бистик застыкал. Сейчас серьезно очень. Пытается Вердосу бить. Убивает. Отлично. Вердос здесь все. Ну еще Мазеркор умудрился потерять. В итоге вроде как в плюс разменивается, но Мазеркор ну как в плюс. Вроде как отбивается, но не факт, что в плюс. Потому что Мазеркор потери. Сейчас Либератор залетит и все заблочит к чертям на второй базе. Видите, Вердос идет в контратаку. Что-то боится Бистик сильно очень. Вот Либератор полетает. Вердос резко реагирует. Возвращает все домой. Мазеркоро-то нету, посмотрите. И нету верчажа. Не выставить его никак. Ну сейчас вот с этой стороны Вердос придет отбивать. Агрессивный фатлинг. Минус Либератор. Одного Сталкера убил. Одного продэмэджил. И Робо Бэвердосика делается как-то. Так что темно становится. Так, что-то настрелял танк. Надэмэджил Сталкеров. Браток мех играет. Но мех это интересно. Против ТВО надо Био играть четко. Я думаю, что мех с ТВО тяжело отыграть будет. У Вердоса колосик заказан. Фигазилки и Марика рубанули беднягу на куски сразу. Ну это двухбазовые колосы. Как и Вердос играл против Марин Лорда. В группе приблизительной, я помню. То же самое было. И, собственно говоря, побеждал он так. Привет, крадок. Идет скан. Сталкеры выходят. Исканут сюда. Позицию меняют Сталкера. Третий Нексус. В необычном месте этот Нексус пошел. Ну его из центра можно вот отсюда танками напрягать. В этом минус. Ну, плюс в том, что неожиданно для оппонента он так как не видит Бистика его. А у Бистика двухбазовый выход. Посмотрите, танки, Био. Плюс у Медивайки, естественно, Либераторов пока вообще не наблюдаю. Сканит Бистика. Видит, что третьего Нексуса у Вердоса нет и никак не реагирует. Вот, посмотрите. Хорошая обманочка получается. Вердос пробегает. Там с Толкерами. Плюс два бы заказать Вердосу было. Хорошо, конечно. Вот у него атака первая доделась. Вторая вообще не помешала бы совсем. Но Вердос не заказывает ничего пока, к сожалению. И Бистик все-таки планирует выход, насколько я понимаю. Да, один Марик вперед побежал. Ну вот, убил бы Сталкерами. Зачем всю армию пока? Ну, Вердос, конечно же, не может не показать всю армию. Выведи два Сталкера, убей ты его. Отблинкнись назад. Блин, пусть он сканит лишний раз. Так, здесь опс вылетел из рейнджа скана. Это хорошо было сейчас для Вердоса. Ну, лимит близок. 137-139. Здесь вроде как все Вердос контролит. Апсервера надо подвести ближе. Если сейчас Бистик придет вот сюда, для Вердоса, катастрофу будет он выбить. Просто базу третью ему. А Вердос бегает что-то взад-вперед. Но он думает, что Бистик, видимо, не заметит эту базу сейчас. Сбивает медивак. Пусть не полный, но сбивает сейчас. И Бистик, да, действительно, он не понимает, где же у Вердоса здесь база. Пошел в замес. Вердос принимает. Войди стабилизатором залп. Срочно надо делать. Залп пошел кубио. Как-то криво там этот залп прошел. Но Вердос, кажется, 1-1 сейчас делает. Мне такое ощущение. Да, минус медивак, в котором танк сидел. Похоже на 1-1. Вот выстреливает Вердоса. Другой медивак. Бистик думает, что Вердос двух баз играет. Поэтому пока, видимо, не сдается. Если он знал, что там третий Никсус, то он бы так и не атаковал бы на ХГ. Тогда бы, получается, сработала задумочка-то Вердосовская с этим Никсусом. И очень даже неплохо. Сейчас 1-1 Дрэдэбот. И стабилизатор выбил там пару юнитов. Гэп ищет. Бистик. 1-1, ребята. Ну что, Стрэндж в игре 4 минуты. Захожу к Вердосу, Стрэндж уже начал играть. Ну тут ничего не поделаешь. Придется смотреть пока Вердоса, а дальше уже по обстоятельствам. fatるяр. 2-2, 2-3. 3-3. 5-2, 3-3. Дурается? 7-3. Продолжение следует... 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 Парабам, залп. Ничего умнее, как на стейке переводить рабочих вердос здесь не придумал. И банши сбил в итоге все-таки. Все, вердосу достаточно отбиться. Здесь с ним все нормально будет. Но отбиться будет непросто. Если вердос будет лезть в этот проход виски, то будет печально. А, гумихо еще. Точно еще гумихо. Сильный тиранчик. Так, идет вердос вниз. Отплинкивается в бок. Получает гигантский сплэш от танков. Просто гигантский. Их здесь шесть штук. И они таким полукругом стебают здесь. Это просто что-то было сейчас с чем-то. И сейчас, похоже, будет агрессивный, элегантный бой вперед от вердоса. И похоже, что он может пробьет. Кажется, вердос все-таки отбивает. Или нет? Нет, юниты кончаются как-то молниеносно. Но остались одни танки. А здесь имморталов много прилетает. Либератор один-единственный. Так, зашатал тут. Бистика 84 на 64 вердос. Неужели бистик вытащит такую игру благодаря этим дун танкам смешным? Это же дичь будет вообще. Я даже вообще офигею тогда. Нексус падает. Парабам вердоса меньше. Боевого лимита меньше. Похоже, это минус вердос, ребятки. Оказалось, уже все продавил. Но здесь на грани. На грани было. Так, идут колосс вперед. Колосс номер один минус. Либератора атакует. Танк хоть один нужно забрать. Танка ни одного не забрал у нас бистик. И у вердоса шанс появляется. Но 63-83 лимита меня очень сильно беспокоит. Ну, не ксус бистик минус нул вердосу. А у самого ССС есть. И у самого 1-1 есть. У вердос одну атаку сделал. Больше ничего не делает. Вердос идет в улын. Вердос понимает, что у него все плохо. Собирается атаковать. Не, один танк все-таки спас. Похоже. Так, пробегают сталкеры с Н3. 77-98. Бистик контролит. Видит, что вердосик идет к нему. Но тут ничего он не сможет продавить абсолютно. Скан пошел. Тут, посмотрите, сколько всего вообще. Здесь либератор. Здесь танк. Здесь и викинги есть. И био много. Так, на третью точку вылетает. Бистик решил даже сам первым вперед залпу подавать. Повертелся сейчас. Заходит вердос адептикой моей иллюзией. Ну, ничего сделать не может. ЦС-3 садится. Заходит вердос сверху к золоту. Ну, здесь либератор уже готов бомбить. И одного сталкера быстренько отбомбил. Так, здесь что-то сталкеры у вердоса бегают. Пытается вердос хоть с какой-то стороны прийти под... А вот колоссом находит уязвимое место. Колосс неплохо жахает здесь. КСМ-ок пожарил немножечко. Две штучки убил. Викинги прилетели. Вердос уступил. По три викинга строят бистик. Уже два. Где второй старпорт? А, даже по четыре может, но в заказе три всего не работает на полную мощь два реактора. Ну, здесь двойной дроп полетел. Куда он будет? Вот сюда бистик дропнется и на муви забежит, видимо, на третье золото. Или вердос, или на мейн он летит. Нет, похоже, бистик летит на мейн. Но тут тоже есть, что пошатать. Здесь масс продакшн. Нужно дропнуться в невижене. И в невижене дропает сейчас бистик. На центре тут контроль идет. Бистик улетает. Вердос пытается агрессивно подблинкнуться. Медиваки теряют. Как же бистик сейчас мертво дерется вообще? Но в это время гигантский дроп на мейны. Ну, как гигантский? Вот я жду-ка. Вами девака здесь. Так, отменяет варп сейчас вердосу бистик. Пытается зайти в рейндж-уверчаж. Они заходят. Вердос возвращается. Нас бистик ничего не фокусит. Три здания одновременно атакуют. Минус робо-бэй. Надо пройти дальше. Нужно минуснуть сталкеров. Можно минуснуть пилон еще один. 90-113. Все, бистик шатает здесь. И опять чуть медивак не потерял. Ну, вот если бы те два не потерял, бистик, видимо, это ггенчик вердосу был. Но это был не ггенчик, ребята. Пытается вердос найти медиваки бистиковские, но найти не может. Бистик улетает. 2-2 заказывает. Затянул что-то бистик здесь. Но это шанс для вердоса. У него плюс 2 доделывается. Восстановил здесь продакшн везде. Можно заказать третью атаку, либо армор первый. Хотя бы что-нибудь. С четвертой нексус можно, в конце концов, срочить 29 пробок. Смотрите, 600 минералов. Можно по 4 пробки заказать. Четвертый нексус будет раскачан просто моментально. Вердос ничего этого не делает. Так, здесь масс-викинги уже вообще много. Био 2-2, надо био строить больше. Либератор заказан. Убийстика медиваков что ли не осталось? Вообще ноль медиваков. Ну, кстати, вердос вообще рабов не строит. Но он боится боевой лимит. Отстраивает сейчас по этому. Кто-то блинкнулся назад. Зачем? А, ну типа сплетанул на две части армию. Точка сбора у Вердоса кривая. Вообще рабочая. Сюда вот 4 нексуса просто е зажми. Вот сейчас вот сюда точку сбора. Это базов через 2 минуты будет полностью качать. Вообще. Пошел еще довар. Два медиваков вистиков пролетают просто на сталкерах. Минус 20 лимита убилось от Вердоса сейчас. Здесь Либер летит. Либера надо поймать быстрее. О, Вердос наконец-то раскачал все-таки этот нексус. Но Вердос не делает грейдов. Зачем Вердосу грейды? Прилетел Либератор, начал бомбить. И все равно Бистика на 20-ку больше лимита. А, Бистика решил в рейндж Либератором сыграть еще. Ну правильно, что ему? Спеши. Старкорд на лабе уже. А, Вердос? Не, Вердос Армор сделал. Да делай. Но такому миксу Вердоса надо атаку делать третью. Лучше будет гораздо. Так, и будет сканку. А, и смотрит Вистик. Нет ли сталкеров, там минки побежали. Постоянно сканит Вистик. Четвертый у Вердоса веет. Либератор переразложился. Либератор минус. Вот у Бистика, где четвертый есть. Вердос ее не контролит. Здесь даже не планетарка с мейна перелетела. Зря Вердос сюда не придет. Пока у Бистика лимит мертвый. Но очень скоро, очень скоро. Он медиваков добавит. 3-3 добавит. Рейндж либераторов добавит. И будет плохо так Вердосу. Так, здесь гуляет. На минки попадает. Не контролят сталкеров вообще. Поэтому один из них умирает, естественно. Здесь откуда-то ЦЦшка. А, Бистик пытается так заказать. Сталкеры гуляют туда-сюда. Сейчас минки везде. Просто Бистик накопал. Вердос прекрасно видит минки. Никак на это не реагирует. Сейчас может поймает одну, не знаю. Одну поймал, вторую сейчас поймает. Поймал вторую. 187-195. Микс интересный. Но микс колоссов я чуть не наблюдаю. Дестабилизаторами стрелять это очень тяжело. Контролить этот микс очень тяжело. Позиционно воевать. Рейндж у всех маленьких тоже невероятно будет тяжело Вердосу. Сплэшем об сервера забивает Бистик Вердосу. И сталкер еще погибает. Случайно сплэшем погиб он. Здесь можно было бы пойти. Сканин Бистик везде видит, где Вердос ходит. 198-186. По лимиту заходит Вердос. Здесь масс-либераторы. Уже с рейнджом они разложены. Приходят еще дестабилизаторы. Колоссов как не было, так и нет. Я не знаю, кто здесь контролит лучше. Но за Вердосу ничего страшного становится. У Бистик сейчас 3-3 уже доделывается. Делает зал без стабилизатора. Но никуда он не попадает. Бистик просто медленно вперед начинает выходить. Либераторы и Викинги Био сейчас. И тяжело Вердос что-либо будет делать. Я не знаю, как ему бой принимать. Мне кажется, он просто не сможет бой принять здесь нормально. Даже с хоть 10 сторон он зайдет. Такой микс, что Бистику просто нужно контролить меньше. Если в рейндж либераторов Вердос попадет сейчас, то это беда. Агрессивный блин пошел. Так. Дестабилизатор не попадает. Викинги пытаются подрезать под либераторов. Тут Вердос залез. Часть сталкеров вообще не дерется сейчас никак. А у Бистика как раз 3-3 доделываются. Единственное, что у него медивака 2 всего. Ему побольше медиваков. Там планетарка зато сбоку. Заходит Бистик дальше. Здесь у нас маленький пятый обнаруживает. Ну что, пошла движуха. Тем паче Себистик. Вердос попытался бой принять, но получил от либераторов уколов много. Здесь Марик Пилон зашатал на 3-3 грейдах. А что, говорит, Пилон слабо убить. Марик говорит, да и наисичек. Что, Викингов Бистик на муви сливает. Просто красавец вообще. Достойный друг друга сейчас были в этом моменте. Вердос с Бистиком. Вердос блинкается агрессивно вперед. Либераторов выбивает. Но Био на 3-3. Как оно сталкеров шатает? Это же просто что-то. Либераторов без прикрытия. Бистика оставил. Пытается отступить. Либераторы отщелкали с Н3. Бистика отступила. Экономика-то хорошая. Либеров-то будет больше. А у Вердоса что? У Вердоса ничего. Еще и дропчик сразу же полетел. Скан пошел. Бистика хотел убедиться, нет ли здесь обсервера. Сейчас зашатает. Вот этот Нексус попробует, видимо, у нас. Приходит Вердоса попытки убить Бистона. Но Бистон сейчас убьет. Ему просто Нексус новейший. Через Аклик газ атаковать. Давайте будем в 2016. Такой ситуации. Минус много пробок. Одна только ушла. Нексус пытается с 3-3 фокуснуть. Бистик приходит несколько юнитов гейтовых. Но Нексус не выживет уже. Несмотря на то, что юниты просто краснющие в хлам. Да, Нексус падает. Бистик улетает. 166-135 по лимиту. Дропчик на мэн еще себе заходит. Бистик чуть на муле здесь вообще. Висит непонятно. Вердоса шторм. Но у Вердоса один всего лишь Нексус. Вот он. Здесь золото кончилось. Вы видите. 31 пробка на 54 КСМ. На мэне Бистик пытаются убить. Здесь Мазеркорд, кстати, летает. Колосс пришел подраться с мародерами Мариками. Мариками говорят. Не надо, братан. Ты че? Куда ты пыжишь-то? Ты не втянешь нас вообще? И не втянул. Действительно. Здесь Либератора отгоняют. Вердоса. Будет он поминкам сейчас на муве неприятно очень. Вистик все-таки в макро затащил. У меня такое ощущение. Сейчас я сетку обновлю, посмотрю, что там происходит. Далее. Улучшение завершено. Да, Димаик проиграл. Браток еще бьется, я так понимаю, да? Или нет? Да, браток бьется. И Стрэндж еще бьется. Стрэндж еще бьется. Постоянно я с канавистикой идут. Вот он базу новую занял, между прочим. Вердос ее даже не видит. Так, по штурмовичку Вердос раскивал. Пытается за счет штурмов тащить, я так понимаю. 3-3 у Вердоса есть, но без полей, кстати, Гастов. Здесь нет, надо и поля делать в такой ситуации. Да и как бы не в Гаста дело, поля всегда нужны, если... Ну, тут не та игра, где есть ресурсы на грейды, как поля дорогие. И не максимальную эффективность имеющие. Но здания будут медленнее падать, все медленнее. Конечно, если у Вердоса тройки были, ему попроще бы было. Либератор бестика пытается ворваться на новейшую базу Вердоса. Раскладывается с рейнджом. Начинает бомбить пробок. Неприятно абсолютно. Нужно отводить. Вердос ворв, еще сталкера. Ну, с четырьмя надо блинкаться, конечно. Бестика идет вперед. Либераторы разложены. Начинает бомбить сталкеров и мортл. Убивает Бестика одного. Но все же у него два медивака, как и было, блин. Всего два медивака смешных. Ему надо больше гроза медиваков. Но уже вторая атака на воздух готова. То есть, Либераторы бомбят по 95, соответственно. Не по 85. Вердос агрессивный, элегантный, блин, вперед делает. Пытается с дестабилизатором выстрелить метка. Но не получается метку. Ну, Бестик жмет ТФ-7. Поэтому медиваки запарились всех лечить. Вылечить всех не могут. Миллиард СС-шек. Действительно, Вердос, кажется, да? Вот один контрол, АПМ 391. Это же просто уму непостижимо. Но стоит на месте. А Бистик, посмотрите, отстроил. Отстроил просто вот. Смотрите, что в этой части карты творится просто. Вижена нету абсолютно никакого. Ничего здесь не контролирует. Толпс висит. Мне тут чем-нибудь проконтролить, посмотреть нечем. К сожалению, нечем Вердосику проконтролить. Ну, все, третья атака на Устук. Бистик сидит. Но Бистик тоже сверхнадежно. Видно, что засел, боится выйти. Не понимает, что в игре в этой творится вообще. И что-то сидит на месте. Надо сейчас выход делать. Наконец-то вылечил всех. Всю энергию потратил по пяти медивакам. Пять медиваков в дроп. Пошел АКБистик. Просто жесть какая-то. Так, пять медиваков в полном. Семь патч-себистик идет в контратаку. Сейчас вынесет здесь все. Получит один шторм. Один шторм молоко практически. Второй тоже. Два новых штормяка доварпились. Нужно заходить и убивать максимально много. Здесь всего минус Саркон, минус ГАЗ, минус Никсу. Сейчас через АКЛИК. Здесь выдвигаются Либераторы плюс другая группа БИО. Падает все на дальнем Нексусе сейчас. Бистик убивает пробок. Бистик убивает рабочих. Бистик убивает все. Арконы без полей лопаются, как воздушные шарики. Вообще они очень слабенькие без грейдов. И здесь выход идет со стороны Бистик. 123-185 по лимиту. Дом продакшн очень большой. Техника уже воздушная. 3.1 грейды. Здесь каким-то образом... А нет, вот по медиваке с ними не получат. Ну и все. Зашел Бистик на последний Нексус. Гордос пытается, конечно, отстроить здесь Темпестов. Но это ГГ. Нью Мэпс. Немать-ка Нью Мэпс. А, типа, то Бистик только на новых картах может выиграть. Вирдос решил тут сказать, ну хз, карты картами, но... Так, не знаю, как там у братка. Вирдоса не будет, демаги не будет. Что Стрэндж у нас? Стрэндж 2 минуты в своей игре. Надо проконтролить, что же там он делает. Я так полагаю, может, могут поляки ему стримить сейчас. Поляки Мана Шадауна стримят. Если кто-нибудь стримит Стрэнджа, сообщите мне, ребята. Так, ТЛО против братка здесь у нас идет. Давайте полестримим чуточек. Так, минус 101, 141. Браток-то держится молодцом пока по лимиту. Ну вот, что-то, походу, расшатал все-таки его ТЛО. А, да, ресурсов нет. Ну все, да, печаль. Че, Био браток играл? What the fuck? Do you see what I see in that donation number? If this was anyone else, I'd accuse that of being fake. So, quick shout-out to Charade for the new sub. But Riyamar just donated $150. Maybe it's because we tried to pronounce German. And him being German was really... His heart was a flutter to hear us fucking up so badly. But no, Riyamar, I have no idea what that's for, man. But thank you so much. Your generosity is insanely appreciated. His message reads, Otterly high. Ну что, кажется, последние минуты в жизни братка в этой игре мы смотрим. Да, масса ультрала все это вперед идет. Тебя браток пытается под либераторами держаться. Но тут ультралы последнюю базу сгрызли. А, я уберу еще базу под бородком, она одна еще. Ставочки на кипбетики, да, добавляют. Кому интересно, делайте, я так понимаю. Да, на некоторые есть темы. Попытаюсь Стрэнджа найти. Шатдаун манового поляка. Эскадываем пруф, может, либо Пакхи стримит. Сейчас посмотрим. Нет, никто Стрэнджа, походу, не стримит. Варди в бистико с вердосом стримил. Очень жаль, очень печально, ребята. Ну что, ребята, привет всем, ребята. Спасибо за внимание. Вот. Ну и просьба поддерживать меня и мой канал, естественно. Реквизиты в описании плеер. Материальные, если. Ну и от блоки. От блоки отключайте на премиум и подписываться. Нашка качества и плеер. Продолжение следует... Стрим уже достаточно долго идет сегодня, кстати, с 11.30 примерно. Ну что, ребята, остался фактически Стрэндж. Браток проиграл, Вердос проиграл, Димага проиграл. Надежда, как обычно, на Стрэнджа только. Других больше игроков нет. То есть, если он сливает Гуру сейчас, то сливает полностью. Все сливаются. И только во второй квале мы сможем за нашими понаблюдать тогда. Но пока ждем Стрэнджа. Если он победит, то он будет с Баннин играть за выход. Какой счет у него пока, я не знаю. Если это вторая игра, то может быть еще будет третья. Если третья игра, то тогда не будет. Ничего естественного. Если кто-то стрим найдет, то тому респект. Я стрима не видел. Ну, по крайней мере, на Team Liquid'е из добавленных никто не стримит Стрэнджа, к сожалению. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, наверное, никто не видел, какой еще Стрэнджа, потому что... Потому что стрима-то нету... Потому что стрима-то нету... Продолжение следует... 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 Что-то Стрэндж ушёл, не проиграл ли он сейчас? Похоже, что Стрэндж сливает, ребят. Да, да, ребят, Гуру победил, Гуру победил. Ну что я могу сказать? Наших не осталось, в игры мне не попасть. Очень печально, что так всё сложилось. Никто вообще из первых квалификаций, хотя надо в топ-8 было попасть из наших, не прошёл. Ну что же, до следующей квалификации, ребят. Завтра в 12.00, если я не уеду, будет Старлига. Приходите смотреть, а на сегодня всё. Всем спасибо за внимание, увидимся. Запись данная будет на Ютубе.